Пройти медкомиссию, не выходя с работы, удобно. Не то слово. В медицинский пункт машинист наладочных станков Ольга Волосатова заходит регулярно. В основном за справками. Хотела записаться в бассейн, а тут врачи указали на повышенное давление. Здесь же прописали комплекс неотложных мер. После работы ехать, надо записываться, ждать очередь. А тут пришел, без очереди, все тебе обменить. В отделении есть своя лаборатория, кабинеты флюорографической и функциональной диагностики, также физиотерапия. Помимо терапевтов, в здравпункте есть свои узконаправленные врачи. Прямо не отходя от рабочего места, сотрудники предприятия смогут, например, вылечить зубы у стоматолога. Добрый день, на что жалуетесь? Зуб болит. Давайте посмотрим. С этого года бюджетное финансирование таких медпунктов в связи с изменением законодательства прекращено. Многие предприятия закрыли свои отделения, другие перешли на самоокупаемость. Губернатор Пермского края поставил Минздраву и Совету главных врачей Пермского края задачу подготовить предложения, направленные на возможное софинансирование расходов предприятий на работу здравпунктов. Решение принято. Произойдет перераспределение финансовых потоков, от которых выиграет, в первую очередь, естественно, наш пациент, поскольку он будет получать более качественную медицинскую помощь на промышленных предприятиях. Ну и, соответственно, промышленники, которые до этого несли 100% затрат на организацию содержания своих здравпунктов, поликлиник, да сейчас они смогут освободившиеся с экономленные деньги направить на приобретение нового оборудования. Новая модель начнет работать с 1 января следующего года. Она позволит привлекать средства обязательного медицинского страхования для софинансирования медпунктов на промышленных предприятиях, а значит увеличится количество собственных медицинских отделений у предприятий. Часть, а может быть даже всю часть, 100% вот этого финансирования мы дальше пустим снова в развитие отделения профилактики. Нам есть что дальше развивать. У нас, например, есть флюорография, но прибор достаточно старый. Отрасль здравоохранения в приоритете у краевых властей. В этом году на ее развитие в региональном бюджете предусмотрено более 21 миллиарда рублей.